На боевые и эксплуатационные качества самолётов влияли самые разные факторы, например, окраска машин. Важным было всё, от технологии её нанесения до цветовой гаммы. Лопасти воздушного винта поначалу покрывали чёрной краской только со стороны кабины. Это препятствовало ослеплению лётчика отражённым светом. А вот спереди металлический винт при вращении становился как большое зеркало, чем демаскировал машину. Поэтому лопасти стали окрашивать чёрным с обеих сторон. В первой половине войны стандартной для истребителей была следующая схема нанесения краски. Низ машин имел голубой цвет. Это делало их малозаметными на фоне неба. Для маскировки от воздушного наблюдения верхние и боковые поверхности несли на себе чёрно-зелёный камуфляж. Зимой они покрывались смываемой белой краской. Чёрно-зелёный камуфляж хорошо скрывал самолёт, находящийся на земле или летящий около неё. Но по мере набора высоты он уже не давал должного эффекта. Дело в том, что из-за атмосферной дымки земная поверхность и все предметы, на ней находящиеся, приобретают холодные, голубоватые оттенки. Поэтому, когда чёрно-зелёный истребитель удалялся от земли и приближался к вышелетящему противнику, он начинал выделяться на этом фоне. Немцы отказались от тёмно-зелёного камуфляжа истребителей ещё в 41-м году, заменив его на серый. В СССР это произошло в 43-е. Правда, первопричиной послужил не столько вопрос заметности, сколько некоторые технологические проблемы. В июне 43-го, в самый канун Курской битвы, в воздухе произошло несколько случаев отрыва фанерной обшивки крыла. Было потеряно несколько яков. Погибли лётчики. На приколе оказалось три с половиной сотни боевых машин, имеющих схожие проблемы. Понадобилось даже личное вмешательство Верховного Главнокомандующего. Сталин в жёсткой форме потребовал в самые кратчайшие сроки исправить ситуацию. В авиачасти были направлены полевые бригады, которые в течение двух-трёх недель выполнили ремонт. Выявился целый букет производственных дефектов. В частности, некачественная шпатлёвка, которой покрывали поверхность самолётов перед покраской. В её состав ввели новый компонент взамен предыдущего, дефицитного. Это получилась мина замедленного действия. Никто не предполагал, что под воздействием солнца шпатлёвка расслеслилась, в трещины попадала влага, влага увлажняла древесину, фанеру, которая под ней находилась. Фанера разбухала, и процесс разрушения шпатлёвочного покрытия происходил более интенсивно, особенно в воздухе. Нужно было вернуться к первоначальному составу шпатлёвки. Но для этого требовалось решить проблему дефицитного компонента, так называемого свинцового крона. Но свинцовый крон входил и в состав зелёных эмалий, использовавшихся в камуфляже. Отказ от них во многом решал проблему дефицита. В итоге летом 43-го года, после проведённых исследований, для советских истребителей утвердили серо-голубую схему окраски. Стоит отметить, что новый камуфляж проходил всестороннюю проверку на Як-9. Серый цвет показал хороший маскирующий эффект. Он скрывал размеры самолёта, его контур, а также расстояние до него. Что касательно познавательных знаков, которые должны были быть видны, которые говорили, что это самолёты и советские, они тоже претерпели определённую эволюцию в течение войны. Поначалу звёзды были либо без окантовки, либо с тонкой чёрной окантовкой. Местоположение и размер их регламентировались. Но, тем не менее, вот такие звёзды на зелёном камуфляже и чёрном, они, в общем-то, терялись и не выполняли свои функции распознавания свой-чужой. Поэтому техники поначалу своими силами наносили обводки этим звёздам, обводки белой либо жёлтой краской. Со временем эта работа была возложена, в общем-то, на заводы. Самолёты 43-го года фактически начали выходить с новыми опознавательными знаками. «Красная звезда» имела широкую, достаточно белую обводку, и ещё тоненькую, совсем красную обводку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok